Анастасия Афанасьевна Лесникова. Эта работа была проведена вместе с Виктором Николаевичем Стравойтовым. В данном докладе речь пойдет о нахождении формы свободной поверхности при взаимодействии двух следов. В нашем случае это вода и ваза, нежимаемые жидкости, ограниченная свободной поверхностью гамма сверху и горизонтальным дном снизу. В точке 0 у нас находится симулярный сток интенсивности m больше 0. Вот получается из-за этого состоится такое течение. Нам необходимо определить поле скорости и мы бы хотели получить точное уравнение, которое бы точно описывало форму свободной поверхности. Предполагается, что у нас течение потенциальное, поэтому у нас поле скорости удовлетворяет стационарному уравнению. На бесконечности у нас равномерный поток высоты h и скорости v. Ну, с двух сторон у нас натекает жидкость. Также необходимо ввести краевые условия. Поскольку у нас на дне, за исключением точки стока, у нас должно выполняться условие непротекания. Поскольку свободная граница гаммы у нас неизвестна, нам нужно ввести два условия. Кинематическое и динамическое. Кинематическое заключается в том, что у нас вектор скорости должен быть касательным гамма. И второе условие, динамическое. Поскольку у нас давление непрерывное на границе гамма, то и в уравнение Эйлера входит только предиент давления. Мы можем взять его, ну оно постоянно, мы можем взять его равным нулю. Также на свободной поверхности у нас выполняется уравнение Бернули. Такая вот у нас постановка задачи. Есть много статей на эту тему механиков, но наиболее близкими для нас были работы Виндерброка и Келлера. Ну и остальные получаются. Но они, механики, исследовали это, описывали уравнение с помощью конечных рядов. То есть непросту брали, и мы хотели бы более точную постановку. И несмотря на простоту и привлекательность постановки задачи, математических исследований на этой теме не было. Но по методам исследований наиболее близкими для нас оказались работы по волнам стокса, предельной амплитудой. Работа Плотникова Толланда, Френкеля и Налимова. Также довольно такая обширная библиография у Махлакова, то есть именно по исследованию разрешимости задачи. Проведя безразмеривание, мы ввели такое число входа V и H. Это у нас как раз характерные величины на бесконечности мы задавали. М это усиленность тока, и для краткости мы ввели такой параметр альфа, в равен половине квадрата числа фунта. Поскольку у нас двумерная задача, и у нас выполняется уравнение неразрывности и течение потенциально, у нас вектор А, функция тока, и потенциал является гармоническими в области D функциями, и мы можем переписать это в комплексную задачу в комплексной форме. У нас получается V, это комплексная скорость, она будет аналитической в области D. Также мы переписываем уравнение Дерноли в комплексной форме уже после обезразмеривания. Поле скорости у нас будет при приближении к точке с токами следующую сим-точку, и на бесконечности у нас будет плюсница, единица, единица. Ну и крыльные условия также. Далее мы с помощью конформного отображения F переводим область течения D в верхний дничный полукруг. Надо заметить, что у нас задача симметрична относительно меморосим. И мы отображаем свободную границу гамма вот прямо на единичную окружность, на дубку. А дно у нас перейдет в отрезок B со звездочкой, а со звездочкой. И в точке 0 у нас будет сток, куда-то переходит туда. Но у нас в точке 0 будет полис первого порядка. Чтобы как-то ограничить этот полис в первом порядке, мы воспользуемся методом увеличивания Та. Этот метод заключается в том, что мы вводим функцию Омега с вещественно значными функциями ДТа с крышечкой и Тау с крышечкой. И представляем нашу вот эту функцию B от G от T в таком виде, где у нас как раз вот единица на Т, мы выделили вот этот полис первого порядка. Тогда у нас функция Омега, она будет аналитической в этом круге. И поскольку нас будут интересовать значения на окружности, мы введем обозначение Та от Сигмы и Тау от Сигмы, где Сигма у нас от 0 до Пи. И поскольку у нас задача симметричная относительно мимой оси, мы переписали уравнение Берноллен, и у нас получилось уравнение типа уравнения Микраса. Ну как раз у нас получается здесь синусы. Это уравнение включает в себя две неизвестные функции Тета и Тау. И нам нужно было какое-то условие, которое бы их связывало. А это условие появилось, ну вот второе уравнение, появилось из того, что у нас Омега, она аналитическая в этом круге. И мы можем воспользоваться формулами обращения Гильберда. И в силу симметричности Тета и Тау, ну там у нас есть некоторые свойства симметрии, мы переписали формулу обращения Гильберда на четверти единичной окружности. Также у нас выполняются такие краевые спорты. У нас получилась такая система уравнений, которую мы в дальнейшем исследуем. Изначально мы провели численные исследования и получили то, что у нас в точке над стоком, вот здесь получается в точке С, у нас образуется КАСМ. Это как раз было выведено еще у механиков получено, и как раз мы, получается, это проверили. Также было показано, что вот этот сервис, вот этот аргумент, получается Сигма, просто это от Сигма, это у нас угол наклона касательный к свободной поверхности, а Тау это как показатель скорости, то есть нужно привести ее к операторному виду. Следующее, где и Бунин исследовать это уравнение в боках проставствия М2. У нас получается такой ненадинейный оператор, H это оператор, он наподобие оператора Гильберда, но не совсем, он немножко переделывается, и у него такое ядро. Это уравнение, оно является эквивалентным нашей системе уравнений, поскольку мы просто взяли такую замену. Была доказана теорема о разрешимости и задаче, когда у нас число альфа больше, чем примерно 0,76. Мы искали решение для положительных функций, и воспользовавшись теоремой Шаудера о жевающем отображении, доказали о существовании решения. Также было доказано, что, ну, единственное решение, ну, тут получается альфа, это 2,5. Напомню, что альфа, это у нас фрукт в квадрате пополам. Вот до этого момента у нас, получается, это все было, эти результаты были сформулированы вот в этой статье, вот, а дальше мы исследовали гладкость решения. Мы обратно вернулись к переменам тета и тау, и показали, что у нас вот эти функции, если они, они имеют гладкость c1,2. Также нам удалось повысить гладкость решения. Мы показали, что у нас функции тета и тау являются наличными на промежутке от нуля до пи. Этот факт был доказан с помощью классической теории Мулейли. То есть, не стало я здесь описывать, но, в принципе, мы планируем это опубликовать в ближайшее время. А также, вот как раз этот угол наклона касательный, мы ввели вот этот угол и будем сейчас рассматривать его. У нас в теореме разрешимости мы рассматривали, когда этот угол наклона, ну, оценки получали, когда у нас угол наклона решит на промежутке от нуля до пи. Но в ходе исследований выяснилось, что если этот угол больше черепи пополам, то у нас происходит опрокидывание свободной поверхности, и нам нужно было важно доказать, что этот угол меньше, чем пи пополам. Ну, поскольку если бы у нас вблизи точки над стоком, у нас, ну вот в точке Каспа, у нас свободная поверхность опрокидывалась бы, то у нас отображения F и G не были бы инъективными, мы бы не смогли догадать разрешимые задачи. Поэтому мы доказали следующую теорему. Обычно такие теоремы доказываются, когда с помощью принципа максимума для субгармонических функций. Но у нас это не получилось, и мы использовали, доказывали с помощью оценки норм, в рай 2. А вот эта оценка нам позволила далее проверить асим-точку вблизи точки Каспа. У нас получилось, что при... Угол наклонокасателя у нас имеет следующую асим-точку. Продолжение следует... Продолжение следует...